Прогулка по лесу, как поход в дровяник. Жители микрорайона Булыгина возмущены количеством срубленных деревьев. Говорят, здесь более 200 кубов. Санитарная вырубка леса здесь. Я вижу качество леса, которое здесь лежит. Мы решили прогуляться по лесу, зайти вглубь и сейчас уже слышим, что работает пила и нашли поваленные деревья, к слову. По документам рубят здесь с разрешения городского комитета по дорожному хозяйству. Подпись стоит его председателя. Сейчас мы здесь вырубили, через два года здесь будем садить, чтобы молодой лес рос, чтобы не это параша. Вот она гнилая, ее коронят начнет все подъесть вокруг. Если верить, опять-таки документам идет санитарная очистка леса. Но остаются вопросы, какова дальнейшая судьба этих деревьев и, собственно, самого участка. Их мы адресовали мэрии. Вы знаете, вопросы, которые... Они были, кстати, я их отправлял. Я знаю. Вы хотите курс получить лесника за одну минуту. А что происходит на земельном участке после сноса, там есть целая наука. И на это учатся 4 года бакалавриата и 2 года магистратуры. На данном земельном участке в рамках контракта и в рамках проекта освоения лесов у нас согласована только выборочная рубка. На что пойдет с рубленой древесины? С рубленой древесины? Приходит в распоряжение подрядная организация Кавал-Алта леса. Мы обратились в Российский центр защиты леса. С собой взяли фото с рубленых деревьев, чтобы получить экспертную оценку и понять, обоснованы ли переживания барнаульцев. Как определить, что вот это вот дерево подлежит сносу, с рубке? Да вы хотя бы стоящие показали. По штабе или тем более еще по фотографии, я не знаю. Сложно сказать. Ну, судя по тому, что тут хвоя кое-где есть и след от этого дерева. Это дерево сыро растущее. А это значит, что рубили не только сухостой. Возможные варианты причин – караед и гниль. Узнать точнее мы могли бы лишь после экспертизы. Но сделать это невозможно. Наши действия могли бы расценить как кражу. Забирать рубленые деревья запрещено. Поэтому пилят здесь гниющий лес или здоровый – вопрос открытый. Но жители микрорайона надеются, что закроет его прокуратура. В ближайшее время собираются обратиться именно туда. Анастасия Наборщикова, Александр Антропов. День с толком.